Здравствуйте, Шарвани! Ты знаешь, наконец-то мы с тобой встретились. Все планирую встретиться с тобой, знаешь, с каких пор? С 8 марта. А почему с 8 марта? Ты же понял, да? Да. Только ты можешь умудриться родиться 8 марта, Международный женский день. Ну, наверное, вот это уже было предрешено судьбой, что ты будешь таким творческим, весенним, ярким человеком. Ты прошел большой путь. Начинал ты как хулиган на сцене. Это нашумевшая песня, одноименное название «Хулиган». И как-то вот ожидать то, что ты станешь таким серьезным человеком. Для меня самого это неожиданно. Вот, неожиданно, действительно. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать о том, что ты не просто певец. Ты композитор, ты режиссер, ты аранжировщик, ты сценарист. Ну, в общем, во всех ипостасях ты есть. Конечно, я хочу у тебя узнать, кем ты в большей степени себя считаешь на сегодняшний день. Я подчеркиваю, на сегодняшний день. И как ты считаешь это правильно вообще делать все самому человеку, одному? Если он не профессиональный режиссер, если он не профессиональный сценарист, к примеру. Завязать с музыкой уже не получится, даже если бы я этого не захотел. А я этого не захочу никогда. Музыка – часть моей жизни, я абсолютно права. И отжигаю, ну, конечно, я люблю жизнь, я люблю человечество, мне всего полтинник. И я позволяю себе иногда, значит, выкинуть номер. Я допускаю массу ошибок. Я и оператор, я и сценарист, я и монтажер, я и декоратор, и свету... Ну, то есть, все делать очень хорошо нельзя, невозможно, невозможно. А с другой стороны, другой ответ – правильно, что ты это сам делаешь. Здесь тоже ответ будет естественным. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Мне очень нравятся слова, на всю жизнь запомнил слова, которые, говорят, принадлежат Брюсу Ли. Если смогли другие, сможешь и ты. Другие не смогли, значит, будь первым. И если человек любит жизнь, он будет пытаться сделать все, что смогли до него. Единственное, я не верю, что я стану космонавтом. По двум причинам. Трем уже. Я боюсь высоты, если она неестественная. Могу залезть на любую гору, на любое дерево, но в самолет, в шаттл, не сяду, естественно. Вторая причина – мне это не нужно. И третья – меня уже по возрасту в космонавты не возьмут. Хорошо. Хорошо. А зачем это надо тебе? Делай все самому. Есть же профессионалы. Ты знаешь, я так и не услышала честного ответа. Ты сказал, да, это правильно, да, это правильно, надо самому все делать. А зачем, когда есть профессионалы? Для чего тебе сниматься в кино как актеру? Зачем тебе снимать как режиссер, когда есть профессиональный режиссер? Ну, честно только. Знаешь, переходим на честный ответ. Конечно. Ну, ладно. Знаешь, в кино такая же ситуация, как и в музыке. В самом начале пути, как бы это пафосно ни звучало, я раздавал свои песни, желательно певцам уже состоявшимся, чтобы об имени заговорили. Я не брал денег, естественно, за это. Я просто, чтобы знали, что есть певец, то есть поэт, песенник, музыкант, и так далее, и так далее. Через какое-то время это дало результаты. Уже начали ко мне уже обращаться уже профессиональные певцы, исполнители. В кино то же самое. Сначала нужно самому все сделать, чтобы впоследствии, то, о чем мы с тобой позже, наверное, немножко поговорим, чтобы позвонили с Москвы, с Чуваши, и ПНК «Чувашфильм», известный актер, режиссер Сергей Апрельский, и предложили совместную работу. Наверняка у них есть свои и светоустановщики, и монтажеры, и водители, и все на свете. Я с ума сядю, какой-то из кустов вылез. Муха, поспокойнее. Что говорит? Да ничего, Лена, Лена. Эй, балбес, отойдет мне. Этот? Саша, не надо. Ничего не понятного. Ко мне подойди, говорю. Очень здорово, что ты умеешь слушать, то умеешь слышать, ты имеешь свое мнение. То, что ты не стоишь на месте, не есть с чем сравнить в моем окружении многим ребятам, которым уже по 74 года, как и мне, они остановились, они перестают радоваться, удивляться, познавать как дети жизнь, а вот это уже смерть, духовная смерть. И я всех пытаюсь взбадривать и подпитываюсь от тебя. Я знаю, что ты с этими людьми, вышеуказанными, другуешь. Я думаю, что нам надо конкретно о кино поговорить. Я знаю, что ты актор уже сети фильмов. Новогодние огоньки, я тут снимаю. И причем это было давно, они были первые, вот такие, как бы сказать, разные жанры, такие яркие. Я это помню. Ну, конечно, весь, весь Кавказ, со всех республик. Да, это было интересно. Ну, давай, если говорить про кино, я детально смотрела два твоих фильма. Значит, «Упавшая с неба» и «Деревья с именами». Ну, вначале я хочу поговорить про «Упавшую с неба». Мне понравилась твоя актерская работа. Все-таки девушки, они больше как-то про любовь, они как-то больше про чувства. Какие ощущения у тебя, как у автора, этот фильм оставил? «Упавшая с неба». Мы уже договорились честно отвечать. Конечно. Это была реабилитация самого себя после фильма «Деревья с именами». Мне нужно было доказать, что я и шутить умею после этого мрачного и, как говорят, тяжелого фильма. Очень. Да, ну, история создания «Упавшей с неба», ее подсказывает сама жизнь. Я взрослый человек, ни для кого не секрет, сколько раз я был женат. Все происходит как под копирку, все ссоры, примирения и так далее, и так далее. И взгляд с мужской стороны на происходящее. Ну и, конечно же, каждый фильм должен нести в себе какую-то воспитывающую составляющую. Что женщин нужно любить ни за что. За то, что они женщины. И не пытаться переделывать. И не пытаться переделывать. Любить их просто за то, что они есть. Со всеми их тараканами, со всеми их скандалами, ревностью, непониманием и так далее. Просто любить. Наконец-то ты это понял, да? Наконец-то я это понял. Я что, в обмороке? Да, вроде пока нет. И еще пока нет. Тогда почему я слышу музыку? Потому что играют музыканты. Сейчас я хочу, наверное, поговорить о самом твоем серьезном фильме. Вот это зрелая семинарная. Вот честно скажу, я смотрела его, этот фильм, не отрываясь. И в то же время мне было почему-то очень страшно. Потому что он действительно мрачный. Он действительно тяжелый. И надо иметь мужество, не просто смотреть, снимать такое вообще. Но, давай так, деревья с именами. Тут говорится о том, что есть такой уже проповедник, который сбивает людей с домом. А он имел право это делать? На мой взгляд, он не имел этого права делать? Нет, конечно. Нет, конечно. Его оправдывать, лично мое субъективное мнение, его никак нельзя оправдывать. Это была мысль сама. Я знаю, что этот фильм, он неоднозначно оценку получил. Я хочу, чтобы ты рассказал, откуда эта идея. Вот откуда она взялась в твоей голове, в твоих мыслях. Как этот фильм снимался, для чего он снимался, какие были оценки, кто высказал свое мнение о нем. На самом деле он и философский, и глубоко философский, и мрачный. Это мое мнение. Ты можешь, конечно, с ним не согласиться, как автор. Почему же? Все, что ты говоришь, это я знал, на что я иду. Оценку этому фильму дали, как ты совершенно верно говоришь, очень разные. Однажды мне даже пришлось, скажем честно, поговорить с людьми штатском. Им показалось, что мой персонаж призывает к насилию. На самом деле это не так. Фильм начинается с одной из заповедей. Бойтесь у сладкоговорящих. Это уже должно было по моему замыслу настроить зрителя, что его будут искушать. Его будет искушать мой персонаж Лабаз, который считает, что человечество – лишний вид на землю. И у него очень сильные и, можно сказать, неоспоримые аргументы в эту пользу. Каждое животное, насекомое, растение выполняют на земле какую-то определенную функцию, полезную себе и всему окружающему миру. А человек – потребитель, самопровозглашенный царь всего, но итог его деятельности, я думаю, не нуждается в комментариях. И такие люди, как Лабаз, знающие очевидность всего происходящего, начинают работать над неоткрепшими умами молодежи. Им это легко удается. В этом вся опасность, потому что ничто не может оправдать насилие. И тогда на помощь этой планете приходим мы. Я рассчитывал, что зритель поймет мой посыл, а получилось так, что подавляющее большинство за рубежом в России принялись в сторону Лабаза. И, конечно же, я испугался своего детища. И пришлось срочно снимать, вообще с ним. Раз ты уже в кино, раз ты уже связан с этим делом, да? А как ты считаешь, в чем отличие российского кино от регионального, и есть ли оно? Ну, если говорить о российском кино и региональном кино, ну, как скажем, у нас Карачаево-Черкесия, это, конечно, разноуровневые фильмы, и слава богу. Почему? Потому что я буду в этом вопросе беспощаден, потому что наше кино – это действительно культура, это красота отношений, это чистота отношений. Это стоит добавить толику наших национальных обычаев, и фильм сразу становится прекрасным для семейного просмотра. Он колоритный, он поучительный. А беспощаден я к российским фильмам по нескольким причинам, особенно фильмам последних десятилетий, двух. Во-первых, если в фильме кого-нибудь зовут Ахмед или Махмуд, он обязательно бандит, с чем я абсолютно не согласен. Второе, не всем российским режиссерам стоит снимать фильмы о Великой Отечественной войне. Почему? Потому что я смотрю фильмы, даже на уровне обывателя, я вижу, что в формах рабочей крестьянской Красной Армии бегают посетители ночных клубов, отдавая приказы характерным московским акцентам, и это пошло, а не классно. И третье. Многие режиссеры, получив определенный положительный результат от фильмов, я не буду специально называть имен, даже среди наших земляков. Они ждут предложений, подкрепленных бюджетом о продолжении своей деятельности. Так часто бывает, что они могут не дождаться. Желание, почему тебя спросили? Ты снимаешь фильмы, ты все монтируешь, поешь. Сочиняешь фильмы, ну я знаю, что у тебя есть единомышленники, я знаю, что ты с известными актерами, режиссерами дружишь, но не только из наших актеров. Да в принципе я знаю, что у тебя есть своя команда, вот расскажи о своих друзьях. Единомышленники, слава богу, они есть. И если честно, без их участия, как говорится, не было бы кино. Шерваня, привет, дорогой, привет. Слушай, я вот сейчас еду, и я вот и удивляюсь все-таки. Откуда у тебя вот столько всего интересного, фантастического и волшебного в голове? Ты так все, как-то обходишь все эти законы кинематографа, вкладываешь именно свою фантазию, свою любовь, свое видение. Вот, упавшая с неба. Это же, я считаю, что это вообще шедевральная картина, полной любви, музыки, и самое главное, целый пласт культуры, национальную культуру в замечательном поем кино. Черкесский театр решил ввести в репертуар постановку Кока Эймера Сула Гавзатова в честь юбилея великого поэта и писателя. Далее у Черкесского театра возникла еще одна творческая идея и творческий проект на стихи Расула Гавзатова наложить музыку, сделать аранжировку, превратить стихи Расула Гавзатова в песню. Именно с этой просьбой Черкесский театр обратился к Шерване. И здесь хочется выразить большую благодарность Шерване, который, недолго думая, согласился на этот творческий проект, который проявил максимальный профессиональный подход в работе с нашими артистами. Ты состоялся как муж, как папа, как дедушка, как свекер, как тесть. Ты строишь дом, ты занимаешься спортом. Вообще твоя жизнь в порно не изменилась. Как ты себя чувствуешь в этой ипоставке? Подрослевшим, главой, семейцем. Наконец-то вопрос, на который я буду отвечать с удовольствием, а то я немножко устал. Ну как я себя ощущаю? Ощущаю я себя дедушкой. Ощущаю, когда беру на руки внука. Здорово. Это слово, в это слово здорово, можно вместить всю Вселенную. И радость, и восторг, и весну, и лучи солнца, и теплые весенние. То есть все эмоции, которые человек... А вдруг он тоже будет музыкантом? Как ты? Готов? Спасибо, Господь. Вот, видишь? Вот. Чувствовать себя свекром и тестем. Ну да, приходится сводить брови, выпрямляться, делать вид, что я знаю больше, чем мои дети, невестка, зять. А это не так, да? Да. Можем себя ощущать, как это уже обычно. Это привычно для тебя. Да, да. Если говорить о доме, ну опять-таки, видишь, я не люблю посвящать свои планы так. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть, если... Это очень здорово, когда ты, когда каждый камень твоего дома, каждому камню твоего дома ты прикоснулся сам, ты его сам положил. Ты сам замесил раствор, ты сам положил этот, выровнял его. И когда, да, стола придет этот день, когда я зажгу камин внутри зала, у меня уже и мангал так образно поставлен, я знаю, что мне где будет стоять. Но это все мужчина должен проходить, и посадить дерево, и построить дом, и родить детей. Это естественные вещи, которые, если человек счастлив, он все это проходит. Спасибо.